Анна Игоревна Семёнова, Санкт-Петербург, Научно-исследовательский институт онкологии имени профессора Петрова. Анна Игоревна, у нас остановится на нежелательных явлениях терапии ингибитормоконтрольных точек. Хотела сказать, почек. Добрый день, уважаемые коллеги. Уважаемые докладчики в предыдущих сообщениях осветили эффективность препаратов. Разумеется, мы должны не забывать о тех рисках, тех побочных эффектах, которые, к сожалению, сопровождают данное лечение. В принципе, осложнения, они носят общее название иммунопосредственных осложнений, они полностью базируются или обусловлены механизмом действия препаратов, как блокаторов CTLA-4, так и блокаторов PD-1. В принципе, в основе их лежит именно такая вот неконтролируемая гиперреакция иммунной системы, которую мы сознательно запускаем. То есть, грубо говоря, мы убираем тормоза, и локомотив мчится. И в итоге реакции, которые развиваются, они обусловлены именно аутоиммунной реакцией. То есть, иммунная система уже реагирует не только на опухолевые клетки, но и на все клетки организма, на все ткани организма, которые присутствуют, и которые в норме находятся под, скажем так, под защитой. То есть, это потеря толерантности Т-лимфоцитов к аутоантигенам, и в результате во всех пораженных органах и тканях, а на самом деле поражаться могут все системы ткани и органы организма, происходит выраженная инфильтрация их активированными Т и В-лимфоцитами, продукция воспалительных цитокинов, и развиваются те или другие клинические проявления осложнений. Если мы говорим в целом, то блокаторы PD-1 и PD-L1 имеют более благоприятный профиль токсичности по сравнению с блокаторами CTV-4. И, по-видимому, это обусловлено таким более периферическим этапом их действия в области уже микроокружения опухолевой клетки. Как я уже сказала, затрагиваются все системы и органы. Наиболее часто это поражение кожных покровов, желудочно-ишечного тракта, эндокринной системы и печени. Но посмотрите, все практически системы и какое разнообразие проявлений поражения со стороны органов зрения, и элиты, и конъюнктивиты, и увеиты, со стороны системы выделительной, мочеводелительной системы, со стороны нервной системы, со стороны легочной системы, и особенно это важно для блокаторов PD-1 и PD-L1 в виде развития пульмонитов, может быть поражение со стороны системы кроветворения, аутоиммунные гемолитические анемии, тромбоцитопении, сосуды различного типа воскулитов, сердечные мышцы в видеомиокардизистрофии, видеомиокардитов. То есть, в принципе, такой огромный спектр нежелательных явлений, он ещё больше затрудняет работу клинициста в лечении таких тяжёлых пациентов, как данные когорта пациентов онкологических больных, поскольку мы должны проводить диагноз и с наличием осложнений иммунопоследованного, и с прогрессированием заболевания, и с развитием какого-то другого острого процесса или с декомпенсацией сопутствующей патологии. То есть, в принципе, наверное, жизнь ставит перед нами всё больше и больше задач и требует всё больших и больше знаний в этой области. Мы пойдём по порядку и изначально рассмотрим токсические реакции, характерные для блокаторов сетиле-4. Для них характерен прямой дозозависимый эффект. Мы знаем, что высокие дозы эпилемумаба, это 10 мг на килограмм веса, обладают практически в три раза большей частотой и тяжестью осложнений, чем более характерная уже доза, более знакомая нам 3 мг на килограмм веса. К частым осложнениям относятся, как я уже сказала, поражение кишечника в виде диареи, колита или энтероколита и поражение кожных покровов, также поражение печени и эндокринной системы. Ну и все остальные осложнения, о которых мы обязательно должны помнить, также представлены. Если мы говорим о частоте, то для эпилемумаба характерна очень высокая частота развития этих реакций. Все степени отмечаются практически у 90% больных. К счастью, 3-4 степень отмечаются реже, но, опять же, посмотрите, у каждого третьего, у каждого второго больного осложнения серьезные 3-4 степени, требующие уже принятия таких серьезных мер с госпитализацией пациентов и с проведением таких интенсивных лекарственных воздействий. И до 1% частота летальных исходов, в принципе, это тоже далеко не мало. В принципе, что отличает еще все иммунопоследные осложнения от привычных нам осложнений химиотерапии, что нет зависимости между степенью выраженности осложнений и дозой препарата. Доза препарата у всех одна, но, к сожалению, при одной и той же тозе у одного пациента может быть абсолютно благоприятное, без нетоксическое лечение проводиться, а у другого пациента может развиться серьезное осложнение, даже потребовавшее реанимационных или таких экстренных вмешательств. Как я уже сказала, наиболее часто поражаются кожные покровы и желудочно-кишечный тракт, и со стороны этих же систем органов, а также со стороны печени и эндокринных системы, развиваются наиболее серьезные осложнения. По срокам развития, если мы говорим об эпилемумабе, то наиболее характерное развитие течения индукционной фазы. Напомню, она занимает 3 месяца, это 4 введения с интервалом в 3 недели. Но описаны, и мы также отмечали в своей клинической практике, развившие осложнения через длительный промежуток времени, через полгода, через 2 года, через 4 года. То есть, в принципе, уже пациент завершил лечение и может уже получать другой вид лечения, но иммунопоследованные реакции у него могут возникнуть. Здесь хорошо знакомый нам график сроков возникновения и разрешения осложнений. Со стороны кожи наиболее рано возникают осложнения, уже на первом месяце терапии. В дальнейшем, если-то позднее, со стороны кишечника те или другие реакции. И к более поздним осложнениям относятся эндокринопатии и поражение печени. Сразу оговорюсь, что степень тяжести осложнений напрямую зависит, скажем так, переход осложнений в тяжелую степень напрямую зависит от сроков распознавания, диагностики этих осложнений и сроков начала адекватного лечения. Поэтому лечение данных пациентов, конечно же, должно проводиться в специализированных центрах с специализированной командой специалистов, включающих не только онкологов, но и специалистов смежных специальностей, об этом я еще раз буду несколько раз говорить. И мы видим, что чем больше пациентов получает лечение данными препаратами в учреждении, тем реже осложнение из-за, гастерилизация из-за необходимости лечения серьезных осложнений. То есть пациенты вовремя диагностируются, вовремя получают лечение, поэтому риск перехода в тяжелую стадию и риск необходимости срочной гастерилизации, конечно же, снижается. Начну с наиболее серьезного, наиболее опасного осложнения, которое характеризует лечение пельмомабом – это поражение кишечника. Мы видим, что развитие этих осложнений возникает примерно у третьей, у половины больных, довольно высокая частота. До 10% имеют осложнение третьей-четвертой степени, то есть, опять же, требующих уже таких серьезных вмешательств. Клинически это может проявляться или изолированной диареей, могут быть общие симптомы в виде лихорадки, болей в животе, примеси крови в коловых массах, тошноты, общей слабости. По данным колоноскопии, может быть и доказутствие каких-либо признаков выраженных, но могут быть и различные проявления, начиная от гиперемии, отека, наличие микрозезвлений слизистой оболочки, чаще локализуются в дистальных отделах толстой кишки. Если обратить внимание, то у 1% пациентов развивается и перфорация кишки, то есть, в принципе, жизнеугрожающее состояние. Если мы выполним гистологическое исследование биоптата слизистой оболочкой кишки, то мы увидим признаки энтероколита характерные, признаки лимфоидной или азинофильной инфитрации, микроабсцессы, деструкция, крипт, которая, в принципе, является как раз-таки морфологическим субстратом этого процесса. Сразу скажу, в общем скажу, что для купирования всех осложнений стороны всех органов систем, которые отмечаются при проведении терапии чекпоинт-ингибиторами, разработаны очень детальные алгоритмы. И, в принципе, наша задача – это иметь их под рукой, и если мы чего-то не знаем или что-то забыли, то мы просто должны их открыть и строго следовать их рекомендациям. Потому что, на самом деле, они абсолютно жизненные, и они абсолютно реально работают, обеспечивают обратимость осложнений при, опять же, строгом соблюдении всех этих рекомендаций. И на примере лечения именно поражения желудочно-кишечного тракта я просто освещу основные принципы этих рекомендаций. Как мы видим, лечение зависит строго от степени тяжести осложнений. И если для первой степени, если мы говорим о кишечнике, то это просто изолированная диарея, допустимо продолжить даже иммунотерапию, и начать симптоматическую терапию, в частности антидиарейду, например, терапию, то уже при второй степени тяжести, это касается всех других видов осложнений, нужно, конечно же, уже отсрочить очередное введение иммуно-онкологического препарата и начать уже терапию, как правило, с включением таблетированных форм кортикостероидов. Доза кортикостероидов составляет до 1 мг на 1 кг веса. Мы оцениваем эффективность проводимой терапии кортикостероидами. Если эффекта нет через 5-7 дней, или если переход идёт уже в третью-четвёртую стадию степень тяжести, то, конечно же, мы полностью отменяем в этом случае иммунотерапию, переходим срочно на введение гормонов уже внутривенно, в высокой дозе, до 2 мг на 1 кг веса, и контролируем течение процесса. Если через 3-5 дней нет положительной динамики, то мы уже переходим на более мощную иммуносупрессивную терапию уже с использованием, например, инфлексимаба. Это антитилак, фактору некрозоопухоли, который относится просто к иммуносупрессантам, темтиролимус, инфлексимаб, мафетил, которые уже оказывают более выраженное подавление аутоиммунного воспаления. В своей практике, разумеется, мы видели весь спектр осложнений со стороны желудочного тракта, в том числе и 2 уже угрожающих реальной жизни пациента, которые потребовали как раз-таки из-за неэффективности высоких доз кортикостероидов применения инфлексимаба. Данная пациентка, 26-летняя молодая пациентка с диссимированной меланомой кожи, с поражением внутренних органов, у нее после второго введения, через 5 дней, после второго введения непилюмаба, через 5 дней развелась выраженная клиническая картина в виде и общих симптомов, с вибридной лихорадкой, со слабостью, с потерей веса, и выраженная диарея до 10 раз в сутки, сопровождающаяся болями брюшной полости. Разумеется, она была срочно госпитализирована, срочно начата терапия высокими дозами кортикостероидов до 2 мг на килограмм веса, и по данным колоноскопии, которые мы выполнили, картина язвенного элита и выраженная картина колита. У данной пациентки, к сожалению, не оказалась эффективной терапия кортикостероидами, поэтому у нее были абсолютные показания для перехода на более мощную иммунодепрессивную терапию, уже терапию инфлексимабом. К счастью, одно введение препарата уже кардинально изменило ситуацию, положительный эффект в дальнейшем до полного оккупирования явлений колита клинических, и мы видим динамику на колоноскопии. Через месяц уже полный регресс этих выраженных изменений, которые мы наблюдали ранее. Если мы говорим о поражении кожи, это второе по частоте осложнение, и пельмабы, и всех чекпоинт-гибиторов, то тоже мы видим частота общая достигает 40%. Но наиболее часто это осложнение все-таки первой и второй степени тяжести в виде различного вида сыпий и кожного зуда. Если это изолированное и небольшое по площади поражение, то может быть и топическое применение кортикостероидов. Но, в принципе, как правило, требуется уже применение системное, таблетированное в форме, или, если более выраженное осложнение, то, конечно же, уже внутривенное введение. Реже может быть явление витилиго, могут быть такие интересные изменения, как изменение цвета волос, цвета кожи, и, конечно, риск развития серьезных, еще раз говорю, угрожающих жизней состояний в виде синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза, геморрагического дерматита и более выраженных дерматологических проблем, развития псориаза, например, также может быть. Здесь представлен наш клинический опыт нашего отделения. Кожная токсичность, как правило, это популезная, или популомукулезная, или эритоматозная сыпь, как правило, локализуется на туловище, в подмышечных, в паховых областях, реже на коже головы. Ну, еще раз говорю, что при уже такой клинической картине, как мы наблюдаем здесь, это абсолютно показание для начала терапии кортикостероидами в высоких дозах, и нужно помнить, что, начиная терапию, мы должны не прекращать ее при первом же улучшении, потому что очень часто в клинической практике, к счастью, не наше учреждение, но бывают такие случаи, когда минимальная длительность терапии, улучшение в виде уменьшения интенсивности сыпи и прекращение терапии кортикостероидами. Нет, мы лечим до уменьшения до первой степени тяжести, потом отменяем в течение месяца, полутора месяцев, очень медленно, чтобы эти реакции не вернулись. Если мы выполним патоморфологическое исследование биоптата кожи, то мы также увидим лимфоцитарную или азинофильную инфильтрацию с пребыванием Т-лимфоцитов, и в тяжелых случаях, если уже имеется повреждение эпидермиса, то его пристыки, его отслойки с появлением уже болезной сыпи. Здесь вот наше клиническое наблюдение нашего отделения. Обратите внимание, что 2 года после окончания терапии ингибиторами сетилей 4, но кожная сыпь, уже у пациентки, получающей другие виды лечения, она возникла, и, безусловно, по своему характеру, это иммунопосредованная сыпь, которая обусловлена предшествующим лечением блокотермы сетилей 4. Если мы говорим о третьей по степени значимости токсичности, поражении доклинной системы, то, в принципе, обусловлено тем же самым механизмом, это инфильтрация клетками иммунной системы и щитовидной железы, и гипофизы, и надпочечников, которые встречаются примерно в 5-10% случаев и проявляются разными видами повреждения щитовидной железы, и телеодиты, и гипотелеозы, и гипотелеозы, недостаточности функциональных почечников, гипофизиты и так далее. Но в чем сложности с этим типом осложнений, что они крайне сложны для диагностики. Симптомы не специфические. Это может быть общая слабость, может быть головная боль, может быть некоторое ухудшение памяти или изменение личности пациента, снижение потенции, то есть такие моменты, которые могут быть распознаны при, скажем так, гемначальных этапах. В любом случае, если мы диагностируем данные осложнения, то мы назначаем заместительную гормональную терапию, причем дефицит гормональный, он может длительное время персистировать, уже, опять же, после завершения даже терапии, чекпоинт к импитерам, поэтому терапия гормонами щитовидной железы или терапия гидрокортизолом должна проложиться длительно, и поэтому здесь, конечно же, необходимо тесно сотрудничать с эндокринологом как до начала терапии для того, чтобы оценить базовое состояние эндокринной системы, так и уже в дальнейшем с помощью эндокринолога контролировать уровень гормонов железы, щитовидной железы и напочечников и проводить адекватную коррекцию. Если мы, в принципе говоря о поражении эндокринной системы, мы знаем, что поражается гипофизарно-гипоталамический путь, и поэтому довольно редко, но бывает, мы отмечаем даже и инструментально при МРТ исследовании такой масс-эффект, то есть увеличение объема гипофиза, отек гипофиза, это бывает крайне редко, мы в нашей практике один раз наблюдали подобные случаи, также неспецифические симптомы, но и такие изменения при МРТ головного мозга. Следующее поражение – поражение печени, также очень важно, поскольку мы знаем, жизненно важным органом является печень. Частота до 10%, сроки развития примерно 2-3 месяца от начала терапии. Как правило, это бессимптомно-изолированное повышение ферментов печени, может быть сопутствующая гиперболюбиномия, может ее и не быть. Общие симптомы бывают редко, это слабость, боли в подреберье, тошнота, снижение аппетита. Ну, в принципе, здесь представлены данные нашего отделения. Бессимптомное повышение уровня трансаминаз и до очень выраженных цифр, до 1500 единиц в отношении ЛТ, до почти 700 единиц в отношении АСТ при нормальном уровне билирубина через 2 месяца от начала терапии пилимумабом. Разумеется, это токсичный третий степени, это основание для полного прекращения терапии пилимумабом и для начала срочной терапии кортикостероиды на высоких дозах парантерально-внутривенно до 2 мг на килограмм веса длительно не менее месяца-полутора-трех месяцев. Вторая группа препаратов, чекпоинт-гибиторов – это блокаторы PD-1. Еще раз напомню, что на круг, в общем, меньшая частота осложнений. Осложнение 3-4 степени, как правило, составляют 2-3, максимум 5%. Спектр токсичности тот же самый – это поражение кишечника, поражение кожных покровов. Здесь более часто представлены явления артерологии, миологии. Конечно же, эндокринопатии. Причем для препаратов этой группы в целом более характерны поражения, снижение функции щитальной железы в виде гипотириоза. И вот то осложнение, которое здесь вынесено даже отдельно, редкое, но опасное – это пневмонит. В принципе, в первых исследованиях это было даже причиной летальных исходов, поскольку поздно распознавалось, ни исследователи, ни пациенты не акцентировали, не придавали такого выраженного значения, не знали, как лечить это осложнение. И зачастую именно оно являлось причиной летальных исходов в исследованиях ингибиторов PD-1. Если мы такое сравнительное сравнение, скажем так, двух препаратов, наиболее изученных в этой группе, нибулумаба и пембролизумаба, это, разумеется, не прямое сравнение, но спектр токсичности. Мы видим на первом месте кожную токсичность диарея, слабость, и чаще, чем для пеллюмаба, гипотириоз, реже, чем для пеллюмаба, все-таки выраженность поражения кишечника, менее выраженные эти явления. Ну и токсичность третьей-четвертой степени, мы видим, не превышает 2%. В целом, более благоприятный профиль. И то осложнение, о котором требует особого внимания, и о котором никогда нельзя забывать, пульмониты, мы видим, до 3% максимально. Причем, естественно, что пульмониты у больных меланомой в таком проценте, для больных раком легкого выше, до 7% частота пульмонитов, наверное, опять же, из-за того, что, скажем так, объект нашего лечения, опухоль легкого локализуется все-таки в том месте, где развиваются и пульмониты. В среднем развивается через 5 месяцев, но, опять же, разброс, это может быть и полмесяца, и практически там 10 месяцев от начала терапии. Длительность пневмонита различна, его разрешение в целом, оно, как вы видите, длится до 5 месяцев. Но в этой практике, наверное, отмечали более короткие сроки развития пульмонитов. В течение там месяца, полутора месяцев, как правило, уже отмечалось полное их разрешение. Что может быть в клинической практике? Симптомы могут быть, разумеется, обусловленные поражением дыхательной системы. Это и общие симптомы в видеодышки, в виде лихорадки, кашля, боли в грудной клетке. В том числе нужно помнить, что симптомов может не быть вообще. Мы делаем очередной контроль на обследование для сунки эффекта и выявляем типичные для пульмонита явления инфильтрации. И в том числе могут быть молниеносные течения пульмонита, которые, к сожалению, заканчиваются гибелью пациента в пределах часов и суток. Здесь литературные данные, которые представлены. Здесь представлено наше наблюдение больной раком почки, который получал неволумаб, причем полный регресс всех очагов поражения при раке почки. Через 9 месяцев от начала терапии развитие пульмонита, причем бессимптомное, оно было обнаружено просто при очередной оценке эффекта. И основание для терапии при гнизоломом в высоких дозах, 2 мг на кг веса, еще раз напомню. И, в принципе, успешное оккупирование, полное оккупирование в течение одного месяца. Если мы говорим об ингибиторах PD-1 и PD-L1, да, это более благоприятный спектр токсичности, но и даже при этих препаратах могут быть очень выраженные реакции. Тоже наше клиническое наблюдение. Синдром выброса цитокинов после очередного введения блокатора PD-L1. Мы видим массивное поражение кожных покровов с вовлечением у пациентки массивное поражение дыхательной системы, которая, в принципе, потребовала госпитализации в реанимационное отделение, наличало массивной терапии и кортикостероидами, и вазопрессорами, и поддержка оксигенотерапии. То есть, в принципе, осложнение, к сожалению, степень тяжести осложнений может быть очень выраженным у конкретного пациента при стандартной дозе препарата. Здесь осложнение, которое тоже мы наблюдали в своей практике. Это поражение слизистых оболочек. Они характерны для блокаторов PD-1. Явление стоматита, гласита третьей степени. Пациент, в принципе, уже не мог принимать пищу, не мог пережевывать ее. Была затруднена речь именно из-за данных проявлений. Артрит суставов кистей и стоп, которые, в принципе, и то, и другое осложнение, они купировались при назначении кортикостероидов. Если мы говорим о сроках развития осложнений, то для пембролизумаба, например, видим, что развиваются на протяжении практически года от начала терапии, поэтому на самом деле мы не должны расслабляться через полгода, через 9 месяцев успешного лечения. Они могут возникнуть и в течение более поздних сроков. И если увидеть, посмотрите, то гипотелиоз все-таки по частоте встречаемости и по длительности он занимает одно из ведущих мест. Здесь такие общие данные для блокаторов PD-1 и PD-L1. Токсичность стороны кожи и кишечника. Сроки развития 10-20 недели достигают максимума. И, в принципе, до 40-й и дальше, то есть, в принципе, уже в течение года, могут те или другие проявления все равно возникать. К более редким осложнениям относятся осложнения стороны легких, почек, печени. Ну и, опять же, эндокринопатии в целом среди редких осложнений они все равно занимают первое место. Поэтому принципиально, чтобы в команде специалистов, которые занимаются лечением данных пациентов, обязательно присутствовали и эндокринологи. Что мы говорили об эффективности двух препаратов, неволумаба и пилюмаба в частности, мы говорили о том, что эффект колоссальный. Но, к сожалению, цена этого эффекта тоже довольно большая. Мы видим, что осложнения на комбинации возрастают в 2-3 раза. По сравнению с монотерапией обоим препаратами и терапия прекращения лечения из-за этих осложнений примерно у третьих пациентов. Но новость хорошая и даже отличная. Если пациенты прекратили терапию из-за осложнений, то у 70% из них достигается обительный ответ. То есть наша задача нашим лечением – это именно запустить вновь иммунную систему. А в дальнейшем она уже работает сама. То есть осложнения, да, они могут быть, да, они могут потребовать даже прекращения очередных введений препарата, но иммунная система работает, и она контролирует процесс, она обеспечивает достижение опухолевых регрессов, опухолевых очагов. То, что я говорила, рекомендации разработаны, они очень тщательно прописаны. В принципе, мы в своей практике, когда строго соблюдаем их, мы достигаем успеха всегда. Мы всегда должны при подозрении на развитие этого осложнения, должны исключить другую сиологическую причину, и в зависимости от степени тяжести мы проводим то-то другое выключение. Третья-четвертая степень – это основание для полного прекращения терапии, к сожалению, и для начала срочной терапии высокими дозами костикостероидов и при их неэффективности иммуносупрессоров. Вот наши зарубежные коллеги балуются, и существуют уже интерактивные алгоритмы, которые очень удобны. Мы выбираем то осложнение, которое мы подозреваем. Мы переходим на следующий шаг, и все рекомендации, они уже также появляются. Очень удобно и очень все это быстро. То, что я хотела бы еще раз подчеркнуть, мы уже несколько раз это говорила, именно раннее начало терапии костикостероидами, которое возможно только при максимально раннем распознавании осложнений, является гарантом обратимости осложнений и отсутствия перехода его в жизнеугрожающую стадию. Мы видим, что если мы начинаем рано, то мы не переводим осложнение в третью и тем более четвертую степень, и мы видим, что время до разрешения этих осложнений значительно сокращается. Всегда возникает вопрос, особенно в предшествующих, скажем так, в первых сообщениях об этих препаратах, влияет ли терапия костикостероидами, вроде бы это иммуносупрессанты, на эффективность препаратов. Нет, не влияет. В принципе, это уже тот вопрос, который уже не требует, скажем так, каких-то комментариев. Пациенты, которые получали кортикостероиды для оккупирования осложнений, пациенты, которые не получали терапию, мы видим, что частота и эффектов, и, к сожалению, прогрессирования, она абсолютно одинакова в обеих этих группах. Поэтому мы препараты эти можем дать смело, назначать смело. И здесь как раз наше клиническое наблюдение, которое тоже подтверждает этот факт. Пациент с диссиминированной меланомой, третье введение эпилюмаба, выраженное явление колита, третьей-четвертой степени, которые потребовали и массивной, длительной терапии кортикостероидами, почти не менее полугода, мне кажется, он получал высокие дозы, и введение, в том числе, иммуносупрессора инфлексимаба. И мы видим, что на эффекте это никак не сказалось. Через 14 месяцев от начала терапии стойкая стабилизация с хорошим качеством жизни у пациента сохраняется. Таким образом, обобщая ему на последнее осложнение, это важный раздел лечения, это сроки возникновения, как правило, в первый месяц от начала терапии, но, может быть, и довольно часто бывает более сроченное начало возникновения. Они могут иметь волнообразное или лицезирующее течение, но, как правило, это бывает при неправильном, неграмотном лечении, при как раз-таки быстром прекращении специфической терапии кортикостероидами. Кортикостероиды мы используем в высоких дозах, и этого не боимся. Проводим терапию длительно, и дозу снижаем в дальнейшем очень и очень постепенно. Возобновить можно терапию иммуно-онкологическими препаратами при дозе преднизолона не более 10 мг в сутки, и в том случае, если до этого не было сложнее третьей степени. Разумеется, должно быть максимально тщательное информирование пациента, то есть пациент должен понимать, что с ним происходит, должна быть круглосуточная связь с лечащим врачом для того, чтобы вовремя, своевременно сообщать о развитии тех или других проявлений. И это обеспечивает раги начала терапии, адекватное начало терапии, и обратимость этих осложнений при строгом соблюдении всех правил лечения. Работа, разумеется, мультидисциплинарной команды, с включением и онколога, и эндокринолога, и пульмонолога, и гастроэнтеролога, мы видим, сколько специалистов в идеале должны принимать участие в лечении данных пациентов. Ну и буквально то, что лежит на поверхности вопрос, появляется все чаще и чаще. Мы знаем, что для многих ингибиторов царзинкинасты есть прямая зависимость между развитием осложнений и эффективностью. Вопрос всегда возникал в отношении препаратов ингибиторов Чекпоинт. Есть ли такая связь? Но здесь пациенты, исследование, которое было, к сожалению, слайд немножко уходит, поэтому нет сносок, исследование, которое представлено в Journal of Clinical Ecology этого года, оценены данные лечения около 600 пациентов из четырех исследований меланома кожи, получая неволомап, 10% больных осложнение 34 степени, каждый четвертый больной получал кортикостероиды, и мы еще раз увидели, исследователи, что нет никакой разницы в частоте эффектов среди пациентов, которые получали или не получали кортикостероиды, 30% в одной группе, 32% в другой. Но если мы возьмем те пациенты, которые имели осложнение, у них все-таки частота объективных ответов была выше. И, конечно же, возникают вопросы, с чем это связано. Или развитие осложнений является предиктором ответа, или, может быть, просто пациенты, которые имеют ответ, дольше получают терапию препаратами, и поэтому имеют большую вероятность развития этих негативных явлений. Поэтому вопросы есть, но то, что различия эти достоверны, то, что у больных, имеющих осложнение, чаще развивается объективный ответ, эти данные уже сейчас существуют. Ну и в конце я хотела бы напомнить, что, в принципе, коллеги, которые здесь присутствуют, у нас разработаны рекомендации по управлению нежелательными явлениями. Они будут опубликованы в следующем рекомендациях русского в следующем году, в котором, в принципе, подробно написаны все алгоритмы, уже адаптированные к российским реалиям. Поэтому я думаю, что это будет, безусловно, полезно и поможет лечить нам адекватно наших пациентов и вовремя справляться со всеми осложнениями. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Анна Игоревна. Вопросы, пожалуйста. Назначаем кортикостероиды, не назначаем кортикостероиды. Ответ хороший. Почему сразу кортикостероиды не назначать? С первого дня. Нет, отчет с кортикостероиды. Комбинированная терапия. Сразу с первого дня вы делаете кортикостероиды, делаете ингибиторы ПД-1, ПД-1. Нет, кортикостероиды относятся к методам коррекции осложнений. Это не лекарственная препарация. Дело в том, что кортикостероиды ведь тоже имеют осложнения. И если мы длительно лечим чекпоинт ингибитор, мы получаем осложнение от кортикостероидов. Но здесь как раз, когда коррекция осложнений, там высокая доза и нет эффективности от низких. Нет, это не очень правильный подход. Почему? Потому что большинство пациентов, если мы говорим о ингибиторах ПД-1, имеют осложнение первой-второй степени, которое и не требует, в принципе, назначения высоких доз кортикостероидов. Или вообще не имеют осложнений. У нас в нашей практике, наверное, из больных, получающих ингибитор ПД-1, может быть, единицы получают, нуждаются в терапии кортикостероидов. Просто дело в том, что мы все начали за здравие, а Анна Игоревна за упокой. На самом деле осложнений-то не так много. Это если мы всем будем давать больным, просто нельзя делать. У нас на чекпоинт ингибиторы, которые ПДЛ, они вообще очень мало токсичны, вот честно говоря, из моего опыта. Очень мало, а будем давать всем. Представляете? И пелемома более токсичная, ну, с моей точки зрения, препарат. Но, опять же, не у всех развиваются такие колиты. Это единичное наблюдение. И, в общем, я думаю, что всем давать, наверное, и правильно пренезалон не надо. Это большие дозы. Постоянно человек будет принимать пренезалон. Основной посыл такого глубинного, скажем так, или такого развернутого информирования об осложнениях о том, чтобы мы помнили, что при стандартном лечении они могут развиться с стороны всех систем органов. Это может быть элит, может быть гласит. Кто заподозрит, что явление стоматита или гласита связано с терапией пелемома? Они могут быть и так далее. Поэтому нужно помнить спектр осложнений, степень тяжести, которая может развиться, особенно при позднем начале лечения. Поэтому наша задача – максимально рано их распознать. Пациент должен находиться в круглосуточном контакте с доктором для того, чтобы свое время... Вовремя выявляйте и вовремя назначайте кортикостероиды. Еще вопрос. Пожалуйста, Гульфемидка. Все-таки практический вопрос. Контролируемый сахарный диабет у больного или же какое-либо аутоиммунное заболевание, но тоже находящееся под контролем, является ли все-таки это абсолютным противопоказанием для этих препаратов, если на будущее смотрим, вдруг возникнет осложнение, потребуется коррекция. В принципе, в ранних исследованиях и первых исследованиях это было просто противопоказание в наличии аутоиммунных заболеваний и сахарного диабета в том числе. Сейчас уже, конечно же, они уже исключаются, эти серьезные заболевания, если они находятся под контролем. И сахарный диабет, и часть аутоиммунных заболеваний, и пцириаз, он уже не является противопоказанием для применения данных препаратов. То есть сейчас, конечно же, поскольку мы больше уже управляем этими осложнениями, мы уже, скажем так, больше можем вовремя их разрешить, то уже такое вот исключение пациентов, имеющих какие-то определенные риски развития их осложнений, мы уже можем этих пациентов все равно включать. Потому что мы знаем, что мы на готове, мы вовремя распознаем эти осложнения, мы вовремя их разрешим. А что делать с кортикостероидами для них? Доза должна быть не больше, чем 10 мг на килограмм веса. Поэтому если аутоиммунные заболевания купируются такими дозами препаратов, то, в принципе, это отпустимо. Ещё вопрос. Я ещё хотела подчеркнуть, сейчас, одну секунду, ещё хотела подчеркнуть, Анна Игоревна рассказала в своём докладе достаточно полно о всех осложнениях, которые могут встречаться. И, может быть, осталось ощущение в аудитории, и пилюмап – это очень токсичный препарат. Доктора, вы должны помнить об этих осложнениях. Препарат имеет своё место, он достаточно эффективен, особенно при меланоме, да. Должны знать и информировать своих пациентов. Вот и всё. А то, что вторая препарата антипиадин, они, конечно, менее токсичны, это уже однозначно. Вопрос был из зала. Кто-то вопрос хотел задать. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, одно из тяжёлых осложнений – это пульмонит, о чём вы говорили в своей лекции. Скажите, пожалуйста, что бы вы рекомендовали для ранней диагностики распознавания? Спасибо. Да, этот вопрос всё время возникает. Нужно ли делать какие-либо исследования инструментальные, для того, чтобы выявить? Но, в принципе, если нет клинических симптомов, то, по общему мнению, не нужно делать внеплановое контрольное обследование. Если у пациента появляются клинические симптомы, позволяющиеся подложить… Методы диагностики просто, наверное, спрашивают, я так понимаю, да? Методы диагностики, да, может быть, на рентгенограмме тоже они могут быть видны, явления пульмонита. Там будут диффузные такие изменения, по типу мотового стекла характерные, или диффузные такие инфлюзии. Это рентгенологическое исследование. Да, рентгенологическое исследование, да. Но если нет клинических симптомов, то какое-то регулярное выполнение этих обследований, конечно, не требуется. Спасибо. Спасибо, Анна Игоревна. Ещё есть вопросы, поэтому в комментарии. Спасибо, Анна Игоревна. Спасибо. Есть, да? Не слышу. Громче, громче. Из кортикостероидов. Дексиметазон или преднизолон? Ну, преднизолон, почти во всех рекомендациях, я думаю, что это более удобный препарат. Хотя есть, мы знаем, что есть таблица, да, соответствия доз препаратов, но, наверное, преднизолон ему удобнее, его доза удобнее коррегировать в дальнейшем для уменьшения, для постепенного ухода от этих доз. Потому что там шаг 5 мг в отношении таблетированного преднизолона, мне кажется, более удобный, наверное, для использования. Вопросы, комментарии? Спасибо большое. Спасибо, Анна Игоревна.